По традиции, конно-спортивный праздник начался с торжественного парада участников. Десятки лошадей и их всадников, облаченных в национальную одежду, с флагами прошли круг почета. А затем начались уже сами скачки. Первыми на скаковой круг вышли лошади чистокровных верховых пород, трех лет и старше рожденной в Карачаево-Черкесии. Дистанция – тысяча метров. Здесь особой борьбы не получилось. Жеребец мистер Пикассо под седлом Виталия Апарфуты буквально с первых метров захватил лидерство, наращивал его по дистанции и к финишу прискакал в гордом одиночестве. Чем, конечно, сильно обрадовал своего хозяина Мухаммеда Чукова, получившего за эту победу солидный денежный приз. Мы от него ожидали, ждали, мечтали. Все хорошо. Как думали, так он и прошел. Вся надежда была на Жаке, чтобы он взял хороший старт. Ну, получилось. Все как мечтали, так и случилось. Далее на круг вышли двухлетки, также рожденные в Карачаево-Черкесии. Дистанция – 1200 метров. Здесь борьба была гораздо острее. Четыре лошади оторвались от остальных и между собой решали, кто будет первым. Лучше всех финишный рывок удался кобыле Мзиябай. Жакей Иналь Хакуна – владелец Аслан Нагаев. Она рождена у нас в Абазинском конном заводе, у Ахмеда Нирова. Работалась в Краснодарском крае, на Краснодарском ипподроме. Вот забрали, привезли на скачки Абазинские. И не зря. И не зря, да. Следующими на старт вышли кобыла трех лет и старше. Дистанция – 1400 метров. Со старта и до параллельной прямой лошади шли кучно. Затем уже ближе к левому повороту обозначилась группа лидеров. Возглавила ее кобыла Лемон Проуз под седлом мастер-жеки Артема Падучева. Опытный в садик вовремя начал финишный спорт и на несколько метров опередил своих оппонентов. Установку дал тренер принять хорошо, впереди занять позицию, лидировать всю дистанцию. И за 600-500 метров раскатывает лошадь. Лошадь ходовая, любит всегда ходом идти. Так и получилось. Прием, правда, был неудачный, но она все равно потом вырвалась вперед и пошла, и пошла, и пошла. Стала уходить от лидеров, от соперников и лидировала. Четвертая скачка была на классическую дистанцию 1600 метров для лошадей трех лет и старше. После кучного приема уже на правом повороте от основной группы отделились две лошади. Они попеременно лидировали, пока ближе к выходу на финишную прямую рвок не совершила кобыла-фаворитка. Ее же киех Ед Пшихачев лошадь сдерживать не стал, и несмотря на отчаянную попытку соперников догнать, именно фаворитка первой пересекла финишную черту, принеся своему владельцу Джошербеку Баташеву не только почет и уважение, но и весомый денежный приз. Задача была ехать уверенно с места. По сегодняшний день те, которые впереди, те и выигрывают. Поэтому у нас задача поменялась. Здесь решили с места поехать. Альхамдулля, все подтвердилось. Именно от меня, я эту скачку и от нашего уважаемого Джошербека эту скачку мы посвящаем нашему младшему братику Рауфу. Пятыми на скаковой круг вышли лошади на дистанцию 1800 метров. Почти треть дистанции все шли очень кучно. Затем в правом повороте от групп поделились четыре всадника, а возглавил скачку жеребец Бастер под седлом Руслана Семенова. Ближе к финишной прямой его отрыв уже достигал 3-4 метров, и, несмотря на отчаянные попытки конкурентов, догнать Бастера не получилось. Он солидным отрывом выиграл эту скачку. Он хорошо с боксов принял и поехал передах, передах. Не останавливался и доехал с запасом. Я даже холостом не воспользовался. Да, показалось, что вы даже сдерживали его, это так? Да, я придерживал его, на финишную прямую выехал в руках и доехал, финишировал в руках. Я холостом не пользовался. Шестыми на скаковой круг вышли лошади местных пород. Дистанция 2400 метров. Их темп, конечно, ниже, чем у чистопородных, но зрительский интерес от этого ниже не стал. Всю дистанцию попеременно лидировали разные всадники, но уже ближе к финишу обозначилась тройка претендентов. Конечный спорт лучше всех удался жеребцу Баграт, и он на корпус опередил своих соперников. Обычная рабочая лошадь, каждодневные рабочие моменты спасли скот или скакали. Ну, все рабочие моменты, что касается фермерства, все на нем, все на нем. И благодаря этому рабочему моменту, я думаю, конь выдержал дальнюю дистанцию. Следующая скачка была для полукровных пород лошадей, дистанция 2000 метров. После кучного старта уже к правому повороту лошади стали растягиваться. На дальней длинной прямой от всех ушли три лидера. Они же между собой и решали судьбу первого места. Лучше всех к этой борьбе оказался готов жеребец Шархан под седлом Расула Цекова, который и выиграл скачку, чем безумно осчастливил своего владельца Алихана Малакаева. Я благодарю всех, которые сегодня провели здесь такой прекрасный день. Пусть такие бега всегда у нас будут во всех наших районах, чтобы наша молодежь видела это все, болела этим. Это здоровый спорт. И, как говорится, нашим старикам, нашим старшим тоже, чтобы они на нас смотрели, радовались. Далее на скаковый круг вышли рысаки и находцы. Дистанция 3800 метров. Фаворитом здесь был скакун Сенсей Че под управлением Роберта Чемаева. Этот жеребец победитель многих скачек, выигрывал дерби в Москве и на этот раз поддержал свой статус, без особых усилий финишировав первым. Удачно прошел. Прекрасный праздник. Мы рады, что сюда приехали. Хорошая организация. Спасибо всем организаторам. Получилось удачно. Что сказать. Рады. Последнюю скачку дня на дистанцию 1600 метров среди лошадей местных пород все ожидались нетерпением. Еще бы, наканун стоял новенький автомобиль. Сама скачка подарила зрителям интереснейшую борьбу. После кучного старта вперед попеременно вырывались сразу несколько всадников. К середине дистанции сразу четыре лошади вели борьбу за лидерство. На финишной прямой вперед вырвались два скакуна, которые до последних метров вели отчаянную борьбу. В итоге на финише на пол головы быстрее был жеребец Карат под седлом Адама Шагенова. Хозяин лошади Султан Кулов от такого исхода был в шоке и поверил в победу только когда смог сесть за руль выигранного автомобиля. Ну как ощущения? Ощущение, если честно, бомбовское. Маши Аллах, дай Аллах, чтобы всегда проводились такие мероприятия, чтобы молодежь всегда занималась хорошим делом. В целом можно сказать, что вторые абазинские скачки, приуроченные к столетию Карачаева-Черкесии, удались. Зрители получили огромное удовольствие, а самое главное, появился большой интерес к разведению лошадей, особенно среди молодежи. А это и есть основная цель проведения такого праздника. Эрнест Чуков, Назир Капышев, Архиз, 24.